всем привет с вами эльдар мартазин сегодня про 10 причин по которым вы захотите купить galaxy а 53 5g вот этот аппарат у меня в руках в прошлом поколении а 52 у нас было несколько моделей просто 52 а 52 5g они сильно отличались по начинке а 53 5g очень близок к той самой модели 52 5g который было дороже ну во всех смыслах тем не менее в этом поколении именно а 53 5g становится основной моделью и про нее собственно мы поговорим 10 причин наверное первая причина она лежит на поверхности сегодня смартфон покупается на долгий срок и в этом аппарате мы получаем 4 года поддержки когда версии android и ван ю и обновляются с момента выпуска конечно же они с момента вашей покупки и 5 лет обновлений патчи безопасности это намного больше чем было для а 52 для 52 это было только три года вторая причина по которой вы можете выбрать этот аппарат это не флагман безусловно он стоит достаточно дорого то есть если брать долларовую цену 450 долларов в россии цена будет скорее всего 50 тысяч рублей или около того когда будут поставки кстати говоря не знаю да не мучить меня этим вопросом но если говорить про этот аппарат тот дизайн является его мне кажется интересной фишки четыре разных цветовых решения матовый пластик он кстати говоря из пластика наплыв на камере и такая молодежное решение кстати говоря про эргономику дизайна мы поговорим отдельно в 10 причинах против тут есть нюансы про которые стоит знать но внешне он выглядит как современный аппарат у него подэкранный датчик хороший пластиковый корпус но в общем-то все что нужно для жизни вторая причина третья причина она примыкает к дизайну это защита от воды в этом ценовом сегменте айпи 67 как защита от воды то что вы можете уронить его в воду и с ним ничего не будет только не роняйте ни в коем случае в воду когда он на зарядке но может убить сейчас кто-то начнет говорить она у меня у зои прочее но береженого бог бережет я очень рекомендую этого не делать не испытывать судьбу потому что сколько истории того что сильные устройства убили своих владельцев в ванной когда вы мыли руки но не вымыли руки когда людям или руки или делали что-то подобное а тем более принимали в ванну с телефоном который находился в зарядке это очень-очень плохая идея пожалуйста так не делайте так это была третья причина четвертая причина мне кажется она тоже лежит на поверхности от super amoled экран 120 герц full hd разрешение 6,5 дюймов и самое главное что экран его очень сильно ругают нет hdr 10 плюс нет dolby vision и прочих вещей по сравнению с предыдущей модели на самом деле сэкономили на сертификации сейчас сэкономят на всем на чем только возможно экран стал заметно лучше чем в предыдущей модели это видно когда вы фотографируете это видно по адаптивной регулировке яркости она здесь лучше хотя яркость такая же 800 нет и это видно по качеству фотографий ну точнее по качеству экрана когда вы смотрите фотографии они более насыщенные более яркие более такие звенящие цвета и samsung да по экранам всегда выигрывает у своих конкурентов в каждом ценовом сегменте и в этом ценовом сегменте где играет galaxy a 53 мы видим что этот экран очень и очень неплох это был четвертый пункт пятый пункт наверное про камеры пятерочка камеры практически не изменились по сравнению с предыдущими поколениями квадбайровская камера основной модуль с оптической стабилизации 64 мегапикселя вычислительная фотография безусловно присутствует широкоугольный модуль 12 мегапикселей без автофокуса макро модуль и глубина резкости отдельный модуль светодиодная вспышка к сожалению здесь не претерпела изменений вот именно качество фотографий она хорошая для своего сегмента отличная разные модули позволяют получать разные сцены но например хотелось бы получить наверное оптический зум здесь есть цифровой зум x2 который вы можете как оптический использовать он неплохо работает но тем не менее это не физический зум фронтальная камера без автофокуса 32 мегапикселя делает неплохие фотографии но это тоже не предел мечтаний одним словом здесь паритет с предыдущей моделью полностью кстати говоря я сделаю сравнение этих моделей для того чтобы вы поняли а что выбирать новую модель или старую при разнице в цене которые есть сегодня но тем не менее камеры это действительно сильная сторона этого аппарата они универсальны это не уровень флагманов от samsung даже там не уровень с 20 с 21 fan edition одним словом камеры пониже но для среднего сегмента они неплохи внутри стоит что тоже не типично для аппаратов такого класса тех тех процесс хотел сказать 6 пункт слову сказать процессор exynos 1280 он выполнен по тех процессу 5 нанометров 5 в предыдущем аппарате стоял snapdragon двухлетней давности на момент выхода ему был один годик 720g он 8 нанометров и 5 нанометров позволяют казалось бы работать лучше аппарату меньше греться это действительно в каких-то моментах так процессор достаточно быстрый хороший но есть вопросики графики о которых мы поговорим собственно говоря в причинах против этого аппарата следующий седьмой пункт 5g неважно он скорее всего в россии вам и не нужен выезжать куда-то за рубеж вы не будете но тем не менее покупая аппарат на 3-4 года сегодня покупают именно так есть нешуточная надежда что вы 5g дождетесь для кого-то это возможно будет плюсом для кого-то минусом но 5g здесь есть по умолчанию к слову сказать агрегация частот для россии очень очень неплохо в этом плане аппарат вызывает такой плюсик жирный а самое главное что модем здесь имеет повышенную мощность в отличие от ковалковского и этот аппарат кстати говоря ловит даже в тех местах где galaxy a 52 не ловит обратная сторона этого но и высокий сар высокий уровень излучения да безусловно мощность здесь завысили можно сказать что модем хуже чем в qualcomm скорее всего это так в десяти причинах против об этом поговорим тем не менее 5g и другой модем который имеет большую мощность для кого-то это может быть большим плюсом это был у нас 7 по моему пункт или 8 даже следующий пункт с которым могут не соглашаться со мной многие люди но тем не менее ван юай 4.14 точка x это хорошая оболочка то оболочка которая позволяет нам работать с аппаратом очень и очень комфортно но самое главное что этот аппарат помимо того что ван юай помимо того что быстро выкатывается обновление обновления к слову сказать выкатывается быстрее чем google выкатывает их для google пиксель что уже смешно но тем не менее это правда одним словом ван юай на сегодняшний день самая легкая самая воздушная самая знаете такая гармоничная оболочка из тех что имеются на рынке со мной можно спорить я привык к этой оболочке она мне удобно ну и последний пункт наверное nox nox это защищенная папка это возможность в смартфоне создать еще один смартфон по сути и нет это девятый все-таки пункт создать смартфон смартфоне и для многих это станет действительно откровением потому что вы не просто можете защитить ваши файлы и спрятать их что их никто не увидит вы можете создать вторую копию смартфона в его памяти со своим набором приложений со своими аккаунтами чем угодно никто об этом знать не будет ну и 10 пункт это стереодинамики как ни странно в этом диапазоне цены стереодинамики есть у многих здесь же они яркие громкие это 10 пункт обязательно посмотрите видео про то 10 причин против сравнения с а 52 ну и сам обзор удачи и хорошего настроения пока а а а а а и